В Кагальницком районе появился первый почетный гражданин. Звание присвоено 78-летнему жителю станицы Кировской Григорию Ивановичу Нетребе. Здравствуйте, в студии Лидия Романченко, повестка дня на Дону. 55 лет как поехали. Отмечаем день космонавтики флешмобом подними голову и стыковкой в центре тренажера строения. Приступаю к стыковке. Расстояние 30 метров, скорость 35 сантиметров в секунду. Мальки, запущенные в Семикрокорском районе, началось зарыбление прудов. У нас симуляторов роста нет, ничего нет. Пользуемся только кормим зерном, естественно, комбикормами. Зима пошла на пользу. Футбольный СК Ростов-Старад, после перерыва двумя победами. Рыбхозяйство Семикрокорского района начали зарыбление прудов Ростовской области в числе лидеров по выращиванию карпа, белого амура и толстолобика. Однако в последние годы рыбе становится просто негде плавать. Водоемы мелеют. Сетями рыболовы сначала собирают тонны мальков в одном месте, а потом каждую рыбку отбирают по виду. Карпов в одну сторону, белых амуров в другую, толстолобов в третью. Хотя пересадить их могут и в один нагульный пруд. Так называют водоем, где рыба набирает вес до двух килограммов и уже осенью попадает на прилавок. У нас симуляторов роста нет, ничего нет. Пользуемся только корнем зерном, естественно, комбикормами, которые у нас есть, комбикормовый завод, которые вкрадываем мы в свой рацион зерно, ячмень, жмыха подсолнечные, льняные. В планах Семикрокорского района увеличить производство рыбы с 7 до 10 тысяч тонн в год. Таких объемов можно достичь разведением толстолоба, который быстро растет. Но по сравнению с Карповыми спрос на него невелик. Поэтому производители хотят построить цех по переработке рыбы в консервы. Но есть серьезная проблема – обмеление притока Дона реки Сал. Если водозаборы рыбоводных хозяйств оголятся, а вот он рядом стоит, мы не сможем подавать воду в пруды, то мы останемся без работы, а люди останутся без рыбы. Мы знаем, что с водой есть и в Дону у нас проблемы. Я думаю, что со строительством Багаевского гидроузла мы эту проблему решим. У нас поднимется вода на метр. Если вопрос с водой не решить, обмелеет не только Дон, но и Цемлянское водохранилище. И проблему ощутят практически все рыбные хозяйства области. Ася Скрыникова, Юрий Санкин, на Дону. Сегодня Всероссийский день космонавтики. Дата красивая – 55 лет первому полету. 41 год Центр тренажера строения Новочеркасска работает для освоения космоса. На его разработках в Звездном городке подготовлено более 150 экипажей. Новые модели конструкторов не имеют аналогов в мире, а может и во всей Вселенной. Приступаю к стыку. Расстояние 30 метров, скорость 35 сантиметров в секунду. Аналог этого модуля должен был лететь на МКС в 2014 году, но на орбиту не попал. Причину разработчики не уточняют. Сейчас это тренажер для юных космонавтов. Помимо стыковки на нем можно отработать аварийные ситуации. Место возгорания находят с помощью сканера QR-кода. Помогают космонавтам с Земли из Центра управления полетом. Каждый тренажер представляет собой практически аналог космического корабля или станции. И на нем воспроизводятся практически все те же полетные операции, которые космонавты выполняют на борту станции. Проект «Виртуальная невесомость» поможет будущим космонавтам пролететь внутри Международной космической станции и провести научные эксперименты. Почувствовать невесомость можно и на Земле. Система обезвешивания космонавтов для имитации выхода в открытый космос работает в ручном и автоматическом режимах. Чтобы сдвинуть космонавта требуется усилие всего в 100 грамм. Уникальность новочеркасской разработки в том, что тренироваться могут сразу два человека. Нам нужно переместиться вдоль конструкции. Что-то выполняет космонавт, он перехватывается, усилия, датчики отрабатывают, наверху мигает, датчик отклонения троса, и космонавт перемещается. Этот тренажер имитирует марсианскую астероидную и лунную гравитацию. Так, например, человек с земным весом 90 килограммов на Луне будет весить всего 16, на Марсе – 30 килограммов. Олеся Слынько, Юрий Санкин, «На Дону». 50 миллионов рублей – такова стоимость комплексного тренажера для подготовки космонавтов, сделанного в Новочеркасске. Гость программы «Первые лица на Дону» – руководитель Центра тренажеростроения Валентин Шукшунов. Американцы, астронавты, они даже прилетают часто и на субботу, на воскресенье в Центр подготовки космонавтов, для того, чтобы потренироваться на наших тренажерах. Они говорят, эти тренажеры наиболее человечные. Смотрите интервью сегодня в 20.25 и в 23.30. Увидев в интернете необычную космическую картину, ростовчанин Сергей Шутов так впечатлился, что вместо дипломированного госслужащего стал художником-самоучкой. Рисует в технике спрей-пейнт – аэрозольными красками из баллончиков на бумаге. Среди его инструментов – привычные для рисовальщика, штукатура и повара. Планета – это на самом деле крышки. Крышки от кастрюль, тарелки. Город, ну, остальной фон – это спрей-краски. Город шпателевый. Ловкость труб и никакого мошенничества. Из-под крышек выплывают планеты. Мамины кухонные принадлежности помогают творить в искусстве. В ход идет все – от шпателя до зубной щетки. Скотч, кисти, мастерки, ножи – людей вырисовывает по трафаретам. Картина посвящена Дню космонавтики, в отдельности Юрию Гагарину. Я захотел запечатлеть то, что он увидел, когда он полетел в космос. Сергей Шутов воспевает красоту космоса, звезд, планет и земной природы. На картину уходит всего 10 минут. Был бы сюжет. Ел, в общем, яйца всмятку. И случайно обронил яйцо, оно у меня вылилось на стол, так сказать. И мне пришла очень хорошая идея на тот момент. Космическая. Нам Сергей написал и подарил рассвет на Юпитере. Яркие сочные картины, быстрая загадочная техника быстро привлекают толпу зевак-землян. Чтобы сравнить фантазии художника о Марсе или Сатурне с оригиналом, пилотам летающих тарелок нужно зависнуть над Ростовской набережной. Ксения Николаева, Сергей Вишняков. На Дону. Гагарин на Дону. Ростовщане подняли голову и проводили взглядом тысячу воздушных шаров в честь первого полета человека в космос. А потом дали гагаринский старт всероссийской акции «Я люблю космос». Поехали! Знаменитая фраза первого космонавта все еще актуальна. Ровно 55 лет назад в 9 часов 7 минут утра с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток». На площадях российских городов-миллионников установлены такие символические ракеты с красной кнопкой, нажав на которую, каждый должен сказать «Я люблю космос». Счетчик на ракете остановится 27 апреля 2016 года, в день первого запуска с нового космодрома «Восточный». После этого по соотношению количества нажатий на кнопку и числа жителей определится город, который больше всего любит космос. Мы должны знать историю и гордиться тем, что впервые полет наш соотечественник Юрий Гагарин 55 лет назад пробыл впервые в космосе 108 минут. И что это дало? Это дало толчок вообще к космосу, к космической индустрии. 108 тысяч воздушных шаров по тысяче за каждую минуту легендарного полета отпустили в небо в российских городах-миллионниках и населенных пунктах, связанных с жизнью и подвигом первого космонавта. Екатерина Лободина, Юрий Санкин. На Дону. Через шесть лет после космического полета Юрий Гагарин побывал на Дону. Прилетел на три дня. 12 июня по приглашению Михаила Шолохова на встречу молодых писателей в Вешенской. В Донской публичной библиотеке сохранились газеты 67-го года «Молот» и «Вечерний Ростов». Очевидцы рассказывают, что перед встречей с вешенцами Юрий Алексеевич очень волновался. Хотел как можно интереснее рассказать о полете. В объективы фотоаппаратов попали пикник и пляжный волейбол на Донском берегу. Гагарин поранил ногу, залепил рану пластырем и продолжал играть. Эту поляну между хутором Еланским и поселком Донским потом назвали Гагаринской. О прощании с гостем осталась легенда, что когда самолет с Гагарином на борту взлетел, а Шолохов помахал ему шляпой, машина сделала немыслимый вираж и дала отмашку крыльями. Очевидцы поняли, за штурвалом космонавт номер один. Юрий Гагарин снова отправляется в космос. Родственники первого космонавта дали разрешение на использование портрета на российских ракетоносителях. Кто там в космосе его сможет увидеть и узнает ли, что по этому поводу думает Ростов-на-Дону. Ну, спутник. Все спутника, наверное, будут фотографии. Конечно, космонавты первым делом увидят. Наши, кто там, братья по-разному, наверное. Звезды, планеты. Если есть живые существа, то, конечно, они увидят. Ну, а еще мы проекции увидим у себя в душе. Увидят инопланетяне, увидят звезды, ну, солнце, наверное, планеты. Ну, и мы, соответственно, во сне. Американцы увидим. Мне кажется, каждый живущий на планете Земля. Может увидеть Бог, потому что он все видит. Юрий Гагарин. Он точно сможет увидеть, так как он на нем. Накапливается мусор в неположенном для этого месте. Сообщайте в административную инспекцию области. Она давно наладила взаимодействие с населением. Специалисты приедут, посмотрят и выпишут протокол хозяину территории или ответственному за ее содержание. Бдительность жителей помогла ликвидировать стихийную свалку в Батайске. За порядком здесь следит Татьяна Журавлева. Периодически звонит в инспекцию. 15 лет назад она приехала из Молдавии и поселилась в живописном районе города. Чисто было, мусора не было, все было прекрасно. Выходили на природу, гуляли с собаками, отдыхали. А сейчас, видите, всем другое дело. Не выйдешь уже, не посидишь. Накопившийся мусор вывозили несколько дней. Найти ответственных за порядок непросто. Так что убирали и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации. А для уборки территорий за гаражным кооперативом «Мирный» придется поискать владельца. Несколько лет назад мусор здесь сгорел, но свалка образовалась снова. Главам районов и городов направлены конкретные предложения с указанием более полутора тысяч мест, где необходимо провести дополнительные работы по уборке, а не взяты на контроль. Захламлена и гаражная зона в Октябрьском районе Ростова. Здесь порядок наводили жильцы соседних домов и управление благоустройства. Такие свалочные очаги нередко выявляются на территории, как и города, ну и муниципальных образований Ростовской области. Конечно, муниципальная инспекция не панацея в этих всех делах. Зачастую все это зависит от самих граждан. По обращениям граждан с начала года по области составлено 600 протоколов. Следить за порядком особенно выгодно юридическим лицам. Даже за первое нарушение они могут получить предписание на 50 тысяч рублей. У некоторых уже накопились полумиллионные штрафы. Олеся Слинько, Юрий Бабенко, Надону. Психическое состояние детей стало главной темой пресс-конференции «Во всемирный день здоровья». За последние 10 лет людей с душевными расстройствами стало больше вдвое. Надону это каждый десятый. Регулярно у нас детские подростковые психиатры сталкиваются с проблемами в детско-подростковом возрасте, с депрессиями. Разнообразные формы шизофрении, очень отипительно протекающие в этом раннем возрасте. Чтобы выявить психические отклонения, как можно раньше психологи работают в школах. Есть наши центры, куда могут направить и получить помощь психологическую, может быть, более углубленную, длительную, чем это возможно в школе. Потому что один психолог, который на 600, на более тысячи детей в школе, конечно, он не может охватить всех. На сегодня психологи есть в 70% донских школ и детсадов. А далее другие сообщения с мест. В Волгодонске провели ямочный ремонт дорог. И сделали это так, что обновленное дорожное полотно таковым не кажется. Замеряем температуру асфальта. При производстве работ должна температура быть 150-140 градусов. Сегодня она, на сегодняшний момент, порядка 78 градусов. Исполняющий обязанности градоначальника собрал экстренное совещание с представителями подрядной организации по нарушениям в ремонте. Температура асфальта какова должна быть? 145 градусов. Я сегодня замерял. И были корреспонденты. С сертифицированным прибором. И сколько показал прибор? Прибор показало 68, а в ковше 35. Это может быть. Подрядчики заявили, что сделать в Волгодонске дороги нормальными может только полная замена дорожного полотна. Латание ямок не спасет. А администрация призвала Департамент строительства и ГИБДД работы контролировать. В Сальске 53 школьных учителя тренируют упражнения комплекса ГТО, нормативы которого придется сдавать в следующем году. Опробовали 4 вида для женщин. Качание пресса, наклоны вперед на прямых ногах, метание гранаты и отжимания. Могут обратиться к любой таблице по их ступени, соответствующей их возрасту, и узнать, сколько же баллов они бы получили, сдавая они норматив уже сегодня. Далеко швырнуть снаряд получается не у всех. Самая сильная рука у физрука Елены Гриценко. Мой результат 33 метра, граната 500 грамм. Отжиматься от пола надо 4 минуты. Мешает обувь, можно без нее. Не хватает сил, дают короткую передышку. Главное при сдаче норм не сдаться. Тяжело. При тренировках дома, конечно, было меньше. А сегодня все-таки успех для меня. Физкультурные достижения педагогов отметят грамотами. Я, признаться, заболела рукоделием слегка. До последней клетки тела, до седого волоска. В Белоколитинском центре социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов традиционная выставка творческих работ со всего района. У нас есть подопечный, которому 90 лет. Он инвалид и ветеран войны. И вот он своими руками плетет до сих пор вот такие корзинки. Это дедушке 90 лет. Поделки из соленого теста, салфеток, бисера, дерева, вышивка крестиком. Идей много, а вот материала не хватает. Сенегорское сельское поселение даже представило поделку из консервных банок. В шахтах врач пытался продать за 5 тысяч рублей справку для освобождения от физкультуры. И получил за это два года условно. Далее пресса на Дону. Ежегодный отчет мэра Новошахтинска перед депутатами Гордумы и Заксобрания области выслушали корреспонденты газеты «Знамя шахтера». Отметим крупные планы этого года. Ввод в эксплуатацию первой очереди завода по производству снеков из рыбы и кальмаров, который должен дать горожанам, кроме деликатеса, полторы тысячи рабочих мест. Возведение и открытие торгового комплекса «Лента» и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой площадкой. В Белой Калитве сквер за шахматным клубом готовится превратить в уютное место отдыха. Следят за работами корреспонденты газеты «Перекресток». Высохшие акации спилили, на их месте высадили новые деревья и теперь делают систему полива. В центре сквера обнаружился водопроводный колодец. По всей территории уже выкопаны траншеи, в которые положат трубы и наладят постоянный полив. Олимпийская чемпионка Лондона, чемпионка мира и Европы в метании молота Татьяна Белобородова в девичестве Лысенко отстранена от соревнований за употребление допинга. Неприятная новость в газете «Молот». Запрещенные вещества, обнаруженные после перепроверки допинг-проб, взятых еще в 2005 году на чемпионате мира в Хельсинки. Тогда спортсменка из Батайска взяла бронзу. Напомним, что чуть позже, в 2007-м, спортсменку на два года дисквалифицировали за прием стероидов, так что повторное наказание может стать пожизненным. Спорт на Дону. Футбольный СКА Ростов удачно стартовал во второй части чемпионата на выезде и продолжил победную серию дома. В девятнадцатом туре СКА переиграл одного из лидеров зоны юг – Новороссийский Черноморец. Зимой состав СКА претерпел значительные изменения. Восемь новобранцев, причем половина – воспитанники донского футбола. Результат не заставил себя ждать. Первая игра в 2016-м на выезде с майкопской дружбой. И первая победа 1-0. В команду пришли игроки, брали их точно. Тренер точно знал, на какую позицию кого футболиста брать, поэтому особого влияния, вливания в команду не было. Ребята все, в принципе, давно знакомые, все хорошего уровня, поэтому адаптация прошла очень быстро и влились ребята хорошо в команду. Болельщики красно-синих с нетерпением ждали домашней премьеры. Соперник – новороссийский Черноморец. Команда – не подарок. И все же активнее встречу начинают подопечные Михаила Куприянова. Особый акцент красно-синие делают на дальние забросы. Моряки свое внимание заостряют на стандартах. Скоростов очень приличный. Мы смотрели, изучали. Выбегает в быстрые атаки, когда есть сзади зоны у нас. Поэтому мы решили сесть и сами действовать именно на контратаках. До перерыва ни одной из команд забить не удается. Основные боевые действия разворачиваются в заключительном отрезке встречи. Героем матча стал армеец Вячеслав Боков. На 72-й минуте он замыкает передачу Александра Подбельцева 1-0. А спустя три минуты армейский форвард красивейшим ударом забивает второй мяч. Создали ребята-партнеры. Принял, пробил. Работа на подачу. Забивать голы. Слава Богу, что только получилось сегодня. Счет 2-0. Зафиксировал финальный свисток арбитра. Прекрасное начало весенней части чемпионата. Игра шла до гола. Забили мы. И сразу же практически удвоили преимущество. И сыграли здорово, строго в обороне. Впереди у армейцев сложный выезд на Альчик. 18 апреля в столице Кабардино-Балкарии наша команда будет противостоять лидеру первенства местному Спартаку. Роман Саганов, Юрий Санкин. На Дону. На Дону стартовал конкурс детского рисунка на тему всероссийской сельхозпереписи. Юным художникам предложили отразить свое видение процесса. Например, приход переписчика или заполнение переписного листа. В студии была Лидия Романченко. До встречи на Дону.